Когда в спортивном центре Борске отсутствует сборная Уругвая, то тогда на идеальном футбольном газоне свое мастерство, причем от души, демонстрируют юные звезды нижегородского регби. Я хочу попасть в мужскую команду Нижнего Новгорода. Воспитывать джентльменство. Еще быть вежливым к противникам. 60 будущих джентльменов интереснейшей игры с открытыми сердцами вникают в тему регби под руководством мегазвезды российского уровня. Алексей Сарычев, мастер спорта международного класса по регби, шестикратный чемпион России и в прошлом игрок сборной России, а теперь главный тренер федерации регби Нижегородской области. Итак, 60 регбиных подростков, это и девушки, и парни закончили подготовку к всероссийскому турниру Кубок Школьников, который летом следующего года гостеприимно распахнет свои двери на Нижегородчине для 36 команд со всей страны. Чем будут заниматься сейчас эти ребята до июня, до Кубка Школьников? Кубок Школьников готовится по этой же программе отрабатывать технические навыки, которые пригодятся на игре, на турнире. Цель сборов на Бару – отобрать кандидатов в сборной области достигнута. Юные регбисты в течение 10 дней доказали свое право не только входить в сборную, но и на самом достойном уровне – высоко нести флаг нижегородского регби. Результатами сборов довольны? Очень довольны. Получили огромный опыт, как дети, так и тренера. Причем, как говорит Наталья Гартман, капитан женской команды «Вольные птицы», в секции не просто проходит набор, а уже среди юных кандидатов организуется и профессиональный отбор на высочайшем уровне. Так что популярность вида спорта регби гигантскими шагами распространяется по Нижнему Новгороду и по всей Нижегородской губернии. Конечно, мы имеем полную поддержку от правительства области, от министерства спорта. Все понимают, что этот спорт обладает тем духом, я бы сказал, который очень подходит для русских людей, скажем так. Побывав на этих съемках и однажды поразившись качественной тренировкой, в дальнейшем хочется увидеть победы на спортивном поприще. Нижегородские регбисты к этому готовы. Владимир Смирнов, Алексей Калякин. Время новостей.